Далее моя коллега коротко расскажет о других новостях с Халинской области, заслуживающих внимания. Ливень строит участок улицы Антона Буюклы от Комсомольской до Музейной. До августа там будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие. Специалисты РВК Сахалин за полгода промыли почти 100 тысяч километров сетей. Основной объем таких работ приходится на лето в промежутке между отопительными сезонами. Это необходимо для поддержания качества воды во время доставки по трубам в жилые дома. Ливень обрушится на 4 района острова. Александровс-Сахалинский, Смирныховский, Тымовский, Ногликский. По прогнозу сильный дождь начнется в субботу вечером. Днем 30 июня и последующие сутки на реках центральных районов ожидается подъем уровня воды до 1,5 метра. Возможны выходы на пойму. Обстановка, связанная с прогнозируемым опасным метеорологическим явлением, находится на контроле Главного управления МЧС России по Сахалинской области. МЧС рекомендует жителям без особой необходимости не покидать пределы населенных пунктов. В Южно-Сахалинске появилась новая иммерсивная экскурсия под названием «Нечеховские места». В течение часа жители и гости областного центра могут узнать о жизненном пути писателя и истории родного края. Автором такого эксперимента стал студент третьего курса Владимир Кривоносенко. У Антона Павловича Чехова один из лейтмотивов посетить Сахалин – это было изменить предубеждение против места, как он сам говорил. И экскурсия, в принципе, направлена на то же самое – изменить предубеждение против улицы Чехова. Идея создания клуба начинающих экскурсоводов возникла в конце прошлого года, после проведения конкурса профессионального мастерства «Гостеприимный Южно-Сахалинск», который наше учреждение проводит ежегодно. И одна из номинаций – там есть начинающий экскурсовод. Это студенты, обучающиеся в нашем Сахалинском государственном университете и Южно-Сахалинском педагогическом колледже по направлению туризма. Маршрут экскурсии пролегает по улице Чехова от Сахалинской до Коммунистического проспекта. Как сообщили в Культурно-туристическом центре, завершается работа над еще двумя программами. Одна посвящена истории, другая – Муралам.